Восемь утра на земле Эльбруса. Доброе утро, Карачаево-Черкесия. С вами Руслан Куркмазов. В Черкесске взлетели цены на квартиры. И мы нашли виноватых. Оказывается, в республиканской столице нашествие очень интересных товарищей. Начинаем, поехали. Сегодня в субботу Московский индустриальный банк приглашает на валютную ярмарку. Симпатичные курсы доллара и евро по проспекту 71 в Черкесске. Сегодня же в Черкесске проходит еще одна ярмарка. Ярмарка кредитов, прамсвязь банки по улице Пушкинска, 71. Всех бюджетников приглашают получить льготные кредиты по 2,5% годовых. Сегодня на телеканале «Россия-1» очень полезный гость. Встречаем Татьяну Лавлинскую. Она эксперт по недвижимости. И мы узнали настоящую причину бешеного роста цены на недвижимость. Татьяна Александровна, добрейшее вам утро. И мой первый вопрос. Про мыльные пузыри на рынке недвижимости. Все эксперты предрекают, что в 2021 году будет падение цены на недвижимость в Российской Федерации, потому что рынок перегрелся. Предложение больше, чем возможности у народа. Даже льготная ипотека, которая должна была помочь народу обрести квартиры, повысила цены. Потому что ниже ставка, выше стоимость квадратных метров. Но в Ставрополе цены падают, в Краснодаре падают. Почему в Карачао-Черкесии взлетели цены? Ну, потому что у нас небольшой рынок недвижимости, не такой, как в Ставрополе, в Ростове, в Сочи. И у нас как бы спрос превышает предложение на сегодня. Вы меня простите, но те, у кого деньги есть, зачем покупать за 2,5 миллиона рублей однушку в Хрущевке, в Черкесске, когда можно в Ставрополе купить? Ведь, может быть, много продают, но мало их покупают. Это может быть как невеста, которая ждет принца на белом коне. Ну, вы знаете, время немножко изменило ситуацию. И на сегодня потребность не на вторичном рынке возросла, а именно на первичном рынке. Все хотят купить новостройку и не скупятся. А почему цены на вторичке так взлетели? Ну, потому что, я же говорю, спрос превышает предложение, потому что мало предложений на сегодня. Но если люди хотят покупать на первичке, а вторичка с чего дорожает? Может, тут какая-то другая причина есть поделиться с тайнами? Ну, не знаю, мне трудно говорить, но действительно этот факт имеет место. То есть цены подскочили. Но они неадекватные. И многие-многие перед Новым годом вообще прошел слушок, что якобы будет денежная реформа. И 90% населения просто прекратили продажи. А вы меня простите, вот, и прекратили продажи, но тем не менее цены-то держат высокими? Цены держат. Да пока держат. То есть в Карачаево-Черкесии на цену, на недвижимость влияют какие-либо всякие слухи, а не объективная экономическая реальность? Ну, вы знаете, не только Карачаево-Черкесия. Мы-то анализируем рынок всей страны. Вот созваниваемся с риэлторами других городов. Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ростов, Краснодар. Ситуация везде одинаковая. То есть предложения нет. Сейчас рынок остановился. Сейчас, в общем-то, невозможно купить что-то приличное. Почему? Рынок стагнирует. То есть люди боятся, как вам сказать, продавать? Да, люди боятся продавать, а те, у кого какой-то капитал собран за несколько лет, стараются вложить. В биткоины? Нет. А потом инфаркт ловит от того, что он упал в цене. Скажите, пожалуйста, а теперь такой вопрос. Как ситуация сейчас в Карачаево-Черкесии? Давайте цены на недвижимость, а потом поговорим о цены на аренду жилья. Вот сейчас нынче почем что стоит? И стоит ли сейчас покупать? Ну, конечно, стоит покупать всегда, потому что проблема жилья – это проблема номер один в обществе. Создаются новые семьи, семьи увеличиваются, рождаются маленькие дети. То есть жилье – это, в общем-то, проблема номер один для любой семьи. Поэтому покупать всегда нужно. Ну, а если для молодой семьи квартира нужна, это понятно. Но когда когда-нибудь какая-нибудь предпенсионерка или пенсионерка имеет 4 квартиры и держит на них стоимость высокую, это нормально по-человечески? Ну, у нас в Черкесске нет таких пенсионеров, которые имеют 4 квартиры. Но вообще совершенствуются технологии, меняются планировки. И, в общем-то, дома, которые были построены 30-40 лет назад, они уже менее актуальны. Тем более сейчас программа реновации уходит в регионы. И наступит момент, когда, как и в Москве, не будет вот этих трехэтажек и пятиэтажек. Вот вы сказали ключевое слово – реновация. Может быть, люди на вторичке держат высокую цену в надежде на какую-то реновацию. Почему? Потому что многие, которым квартира-то не нужна, как для молодой семьи, в качестве инвестиционного жилья покупают в старых домах, чтобы потом, если будут сносить, претендовать на хоромы. Ну, дело в том, что в новом постановлении о реновации 2021 года говорится о том, что для того, чтобы снести дом, достаточно двух третих частей собрания всех участников, всех собственников жилья. И поэтому, если две трети проголосуют... Вот представим, ваш дом на улице Комсомольской. Там две трети проголосуют за реновацию? Ну, не знаю. А вы проголосовали бы? Смотря что мне предложат. Если мне предложат равноценное, то есть такую же площадь... Если бы это было в Москве, когда, допустим, вы в одном районе живете в Хрущевке, а вам в соседнем районе, у соседней станции метро дают новую квартиру, это можно согласиться, правильно? Да, согласен. А в Черкесске, где вы в центре найдете хорошую квартиру? Вам дадут где-нибудь... В экологически чистой зоне. Ну, я вам скажу, что с Гутикулова до Космонавтова при наличии зеленого светосветофоров можно проехать за пять минут. Ну, что вы лукавите? Как будто вы согласились на Гутикулова переехать. Нет, на Гутикулова не согласились. Или на Космодром? Ну, Космодром, между прочим, хороший район. Там такие красивые дома строят. Вот Космонавтов 41А я, честно говоря, даже не ожидала. Зеленая улица, на которой вы живете, вы ни на что ее не променяете, правильно? Согласна. Вот-вот-вот. Значит, слово «реновация» – это как такой фитиль, на который люди обращают внимание и ждут какие-то хоромы, инвестируют. Да, в надежде. Теперь для того, чтобы хоть как-то отбить эти деньги. Я знаю вот нескольких людей, которые взяли, получили ипотеку и купили квартиру на вторичке. Хотя могли бы на первичке купить. А для того, чтобы во время какой-то реновации что-то получить. Теперь такой вопрос. Вот они получают ипотеку, покупают квартиру в старых домах и пытаются ее сдать. Насколько сейчас возможно это сделать, с учетом того, что пандемия и все на удаленке квартиры никому не нужны? Ну, рынок арендного жилья, конечно, тоже стагнирует. Потому что никто не уверен в завтрашнем дне. И, допустим, студенты учебных заведений, высших и средних, специальных, они большинство находятся на удаленке, на дистанционном обучении. И, значит, студенты перестали интересоваться жильем. То есть, получается, пытаться сдать квартиру в аренду – это уже самое главное? Уже сложно, да. Но, вы знаете, возросли требования к арендуемому жилью. Во-первых, все хотят с евроремонтом, все хотят с бытовой техникой. Даже студенты. Да. И с современной мебелью, с красивой мебелью. Не просто вот мебель с 70-х, 80-х годов, в которой осталось. Чтобы в инстаграме стыдно было выкладывать. Ну, я не знаю, выкладывать, не выкладывать. Но факт то, что требования очень сильно повысились. И что меня очень удивляет – квартиры 15, 20, 25 тысяч, они очень быстро уходят. А квартиры за 10 тысяч реализовать очень сложно. Ну, чтобы, извините меня, квартиру за 15-20 сдать, еще нужно минимум 700 тысяч вложить в ремонт. Нет, я имею в виду… А, ну да, согласна. Ну, вообще стараются покупать… Вот в этом году такая тенденция – стараются покупать все квартиры с хорошим ремонтом. То есть, квартиры, которые без ремонта, практически уже на них нет спроса. Ну, разве что если на реновацию, надеюсь. А, ну да, да, это второй вопрос. А вот еще мы слышали такое явление в Черкесске, когда квартиранты для того, чтобы не платить за свет, на счетчики ставят магниты. Потом, когда энергетики это выявляют, получается, что штрафы. Очень большие штрафы. Да, а как этого избежать и как это часто явление? Ну, это явление имеет место, и причем независимо от того, какой человек снял, состоятельный руководитель ли или просто студент, имеет место это явление. То есть, у нас богатые тоже пытаются воровать электроэнергию? Богатые тоже плачут. Да, к сожалению, я же говорю, этот факт имеет место. А как обезопасить себя? Для того, чтобы обезопасить себя, просто нужно в договор включать пункт, что квартира сдается с приборами учета, и в случае повреждения прибора учета арендатор несет ответственность. Теперь подождите. У нас люди по договору берут кредиты в банках и не возвращают, и с них ничего не возьмешь, как с гуся вода. Как вы считаете, давайте договор мы пропишем. Допустим, Татьяна Александровна сдает квартиру, и пишем, сдает Руслану, пункт один такой-то и такой-то, если там счетчики будут повреждены, я несу материальную ответственность. Я съезжаю от вас. Но вы подаете в суд на меня. Во время подачи в суд выясняется, что вы квартиру сдавали, не уведомив налоговую инспекцию и не заплатив деньги, то есть вы уже в суд не пойдете. Реально? Ну, согласна, да. То есть те, кто платят налоги, они в общем-то... А их практически нет, особенно в Черкесии. Получается, прописав в договоре, что если счетчик испортится, квартирант за это заплатит, ну это мертвому-то парка. Я поняла, я поняла. Согласна со мной? Согласна. Скажите, пожалуйста, вот из 12 месяцев в году, если бы даже не было пандемии, в среднем по рынку, который вы курируете, контролируете и в теме, сколько месяцев из 12 квартира в данном состоянии? В данном состоянии, ну если это студенты, то 8 месяцев, потому что на летние месяцы студенты уезжают. Есть специалисты, которых приглашают на работу в КЧР, они все 12 месяцев, иногда на год, на два, на три. По городу. Из 12 месяцев, месяцев 9, наверное, квартира занята. Да. И потом у нас некоторое население, КЧР, которые снимают жилье, они выезжают летом на Черноморское побережье, подрабатывают. То есть в летнем месяце практически арендный рынок стоит. Теперь у меня такой вопрос. О коммерческой недвижимости. Вот эти квартиры на первом этаже под офисы, там еще какие-то магазинчики и так далее, у нас они все пустуют. Везде написано аренда, аренда, аренда. Но если даже смотришь объявления, они стоят как чугунный мост. Очень дорого. Почему? Мерками вчерашнего дня живут, во-первых. Во-вторых, пандемия показала, что нет необходимости пользоваться реальными магазинами. Можно заказать через интернет все, что угодно. Вплоть до лекарств. Но лекарство, конечно, опасно. Но все равно привезут. Да. Ну и поэтому, в общем-то, на первых этажах недвижимость, она уже перестала пользоваться спросом. И что дальше будет? Ну, не знаю. Переведут обратно в жилую? Сейчас активным спросом пользуется недвижимость с посуточной оплатой для командировочных. Причем цены, конечно, сумасшедшие. Потому что командировочные, это кто-то из местных жителей с ночной бабочкой. Ну, я не знаю. Я не знаю. Вообще, конечно, да, большим спросом пользуются именно такие квартиры. Особенно летом. Да, но все же прекрасно знают. Ну, Руслан, почему? Почему в гостиницу ты идешь, тебя регистрируют. Квартиру пришел, только соседи крестятся и думают, когда это что-то закончится. А потом жена приезжает с криками, да? Да, да, да. Вы сидите в своего мужа. Что хочу сказать. Летом у нас пользуются спросом арендные квартиры. Причем, вот Мурманск неоднократно приезжали, Североморск. Именно из далеких регионов, где холодно июнь, июль, август, вот на три месяца. Это к нам в Чапец приезжают те, кому денег на Сочи не хватило? Ну, я не знаю. Я не спрашивала. Но вообще, вот мамочки с детками приезжают именно на лето к нам. Потому что здесь чистый горный воздух. Вот, теперь ваши прогнозы на 2021 год. Будем продолжать с головой не дружить и ждать реновацию? Вы знаете, ну, как бы прогнозировать очень опасно. Потому что никто не знает, что будет завтра. Мы не думали, что цены резко подскочат. Вот октябрь, ноябрь, декабрь. Мы не могли даже приедать. Кто не берет? Почему? Огромное нет. У нас вот постоянно спрашивают именно в ипотеку. Взятие в ипотеку. Сейчас ажиотаж на рынке недвижимости. Приобретение квартиры в ипотеку. Но вариантов нет. Вот. То есть какой прогноз? Ну, обычно, если анализировать предыдущие годы, январь, февраль, март, рынок стоит, стагнирует рынок. Да. Но ипотечный-то рынок тоже будет ставить. Потому что... Предложений нет. Банки не кредитуют уже в таком объеме, как кредитовали раньше. Потому что у людей экономическая ситуация ухудшилась. Да, согласна. И ждать, что как раньше возьмут в ипотеку, уже нет. И тем более-то в ипотеку не каждая квартира, даже на вторичном рынке, она не должна быть с пределанными балконами, с пределанными... Да, там определенные требования, определенные требования, оценка, все это выявляется. Если вы что-то сделали в квартире, то уже вы в ипотеку не продадите, а за живые деньги уже никто не купит. Да, согласна. Мораль всей басни такова – снижайте товарищи цены. Это не ко мне, это к гражданам КЧР. Ну, вы передайте им тоже. Обязательно передам ваше пожелание. Спасибо большое, приятного дня. Мне тоже приятно было, спасибо. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный. До 40% на все. Куртка, подарок, детские меха. ТЦ «Панорама», первый этаж. Таким мы сделали это бодро, полезно утро на телеканале «Россия-1». До новых волнующих встреч. Приятной вам субботы. Пока-пока.